Нас спросили, можно ли использовать нашу трансферную поталь и клей для потали, чтобы украсить джинсы. Мы долгое время отвечали, что на наш взгляд это не самый долговечный вид декора одежды. Но вопросов становилось все больше, и мы поняли, что пора самим исследовать эту технику. Берем старые джинсы. Это джинсы стрейч, чтобы проверить поведение потали на тянущейся поверхности. Вкладываем в штанину плотную бумагу. Это может быть бумага для выпечки. Она защитит обратную сторону ткани от просачивания клея. Начинаем снизу. Густо наносим широкими мазками клей для потали. Сразу же прикладываем трансферную поталь блестящей стороной вверх. Накрываем пергаментной бумагой и заранее включенным утюгом на средней мощности проглаживаем пару минут. При проглаживании следует прикладывать усилия, прижимая фольгу к ткани. Удаляем пленку. Как вы видите, поталь приклеилась неравномерно. Это происходит потому, что кое-где клей практически моментально впитывается в ткань. Переходим на другую штанину. Повторяем все действия. Кладем кусочек трансферной фольги, пекарскую бумагу и теплым утюгом прижимаем поталь к ткани. Снимаем пленку и смотрим. Результат ничем не отличается от предыдущего. Местами поталь приклеилась, местами нет, и это момент довольно непредсказуем. Лучше, конечно же, приклеивается в тех местах, где слой клея был более плотным. Однако наносить равномерный толстый слой мы все равно не советуем, потому что это придаст джинсам каркообразную жесткость. Результат, тем не менее, получается очень интересным. Мы решили таким образом полностью обыграть джинсы на передней части. В процессе напросился вывод, что клей для потали лучше сразу наносить не сплошным слоем, а плотными, но хаотичными широкими мазками. Следующее изделие, которое мы берем, это джинсовая куртка. Она из более плотной, не тянущейся ткани, более потертой и светлой. Наносим отдельными мазками клей для потали на отворот рукава. Сразу прикладываем трансферную поталь и проглаживаем через пергамент несколько минут. Снимаем. Все получилось. Серебристая поталь на светлой джинсе смотрится более деликатно и не так броско. На кармане мы попробовали нанести клей через трафарет и потерпели фиаско. Все-таки при своей консистенции клей подзатекает через края трафарета. Плюс то, что поталь приклеивается выборочно из-за впитываемости ткани. Результат, мягко говоря, не очень. Поэтому мы добавляем рядом уже привычных хаотичных мазков и делаем вид, что никаких цветочков и не планировалось. Мы попробовали еще пару раз с более простым и крупным трафаретом. Но нет, все варианты оказались плачевны. Последний раз пробуем пойти другим путем. Классическим способом приклеивания потали без утюга. Наносим клей через трафарет. В этот раз наносим его действительно плотным и равномерным слоем. Удаляем трафарет и оставляем клей высыхать. На ткани из-за ее впитываемости очень сложно поймать нужный момент. Клей действительно подсох и стал прозрачным. Или он просто весь впитался в ткань. Просто периодически тыкаем в клей пальцем. Он должен перестать быть влажным. Но на пальце должно оставаться чувство липкости. Тогда берем трансферную поталь и блестящей стороной вверх прикладываем, силой вжимая в клей. Как видите, фольга переходит на клей и остается в нем. А главное, сохраняется рисунок нашего трафарета. Выдерживаем неделю высушивания до последующей носки. Что в результате? Первое. Поталь держится прочно. Мы довольно сильно царапали и скребли ее ногти. И нет. Она не отваливается, а при растягивании не дает никаких дополнительных трещин. Второе. Внизу джинсов, где мы наносили клей сплошным слоем, там, где поталь не приклеилась, джинсовая ткань из-за глянцевости клея смотрится как будто мокрая. Есть более темные участки. Но в глаза это не бросается. Дид не портит. А на куртке с ее потертым окрасом это и вовсе незаметно. Третье. На джинсах типа стрейч при растягивании ткани во время проглаживания появляется вот такая фактура из продольных трещин. Просто нужно быть к этому готовыми. На куртке из более плотной ткани таких эффектов нет. Четвертое. С трафаретными рисунками стоит быть осторожными, потому что ничего может не получиться. Пятое. Наша модель при примерке одежды сказала, что жесткость от клея и от самой потали не ощущается и в носке вообще не мешает. Перед стиркой мы проверим еще пару теорий. Первое. Попробуем просто приклеить трансферную поталь без клея. Просто прогрев ее утюгом. Как будто бы результат есть. Но если с клеем поталь держится на ткани прочно, то в этом случае она довольно легко обдирается. Посмотрим, что будет после стирки. Второе. Используем вместо клея для потали наш декупажный клей для ткани. Наносим плотным слоем. Сразу прикладываем поталь. Проглаживаем. Да, смотрите. Результат вполне себе неплох. Поталь приклеилась. Этот клей также довольно эластичен при растягивании и сгибах. А теперь отправляем все в стирку. Наши условия. Машинная стирка. Стиральный порошок. 30 градусов и 15 минут. Одежда вывернута наизнанку. Сразу после стирки одежда выглядела жутковато. Акриловый латекс имеет свойство белеть при намокании. Мы об этом знали, но все равно испугались, что так и останется. Однако, после высыхания результаты приятно порадовали. Большая часть потали осталась на месте. Блеск потали стал чуть менее зеркальным. Он по-прежнему блестит, бликует и переливается, но уже более спокойно. Здесь дело вкуса. Кто-то решит, что так лучше, кому-то покажется, что хуже. Значит, одежду, украшенную поталью, действительно можно стирать на деликатном режиме и быть спокойными за результат. Что касается наших дополнительных тестов. Поталь просто прижатый утюгом, без клея, при стирке предсказуемо смылась. А вот результаты с докупажным клеем хорошие. После стирки все держится хорошо. Выводы из наших экспериментов можно сделать следующие. Такой способ декора вполне допустим и хорошо держится на одежде. Но важно применять его, осознавая ограничения и нюансы. Наш клей для потали, трансферная поталь и даже докупажный клей по ткани хорошо показали себя в этой технике. Творите с удовольствием!